всем привет в сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать свою небольшую коллекцию правительственных автомобилей марки zil 41 семейства мы рассмотрим те модели которые есть у меня и мне удалось собрать практически все лимузины которые выходили у dipmodel в 43 масштабе также есть в коллекции медицинский автомобиль но он не очень вписывается в тематику сегодняшнего видео обзора если у вас будет интерес на ту модель я сделаю отдельный видеоролик также у меня в коллекции есть более ранние модификации zil 114 но опять же эти модели можно рассмотреть в отдельном видеоролике и вы в комментариях пишите а какие отечественные правительственные автомобили есть у вас возможно вы собрали модели из проекта автолегенды ссср возможно также у вас есть старые тамталовские модели тоже интересно узнать в каком они состоянии и сохранились ли они до сегодняшних дней возможно у вас есть какая-то необычная ручная работа я помню подобные модели выпускала одна мастерская они были сделаны на формах агатовских изделий только немножко доработанные и хотел давно приобрести себе в коллекцию подобные экземпляры но не нашел их в продаже за адекватную цену и начнем мы с обзора zil 4104 очень красивый необычный автомобиль и машина от других более поздних модификаций отличается обилием хрома есть декоративные молдинги на колесных арках и машины довольно аккуратно собраны и покрашены хотя порой замечаю что у них отлетают молдинги из водоотравления и это довольно распространенная проблема на изделиях из эпоксидной смолы и кстати у этих автомобилей довольно большой дисплей кейс и на подиуме также есть картонная подложка которая имитирует брусчатку очень хорошо проработан интерьер рабочее место водителя также можно посмотреть на отсек где ездили первые лица государства отлично смотрятся задние фонари и эта серия была приурочена к 90-летию гаража особого назначения и вместо регистрационных номерных знаков здесь таблички с надписью 90 лет гону и также на фарах есть очень маленькие стеклоочистители они с легкостью могут потеряться особенно если вы будете протирать модель тряпочкой от пыли поэтому с этими экземплярами будьте внимательны и осторожны чтобы не повредить очень хрупкие элементы также на крыше установлена антенна еще одна антенна на правом переднем крыле и вполне хорошее качество хрома следующий автомобиль это дальнейшее развитие модификации zil 4104 и данная машина бронированная версия 41051 и показывал вам оригинальную упаковку и к какому лицу был привязан определенный прототип поэтому кому интересно можете поискать старые видеоролики сегодня картонки я показывать не буду и к сожалению эта машина у меня немножко искривилась если вы посмотрите на нижние пороги то почему-то они идут дугой возможно материал дал усадку но опять же если не присматриваться это не сильно бросается в глаза и от предыдущей модели этот вариант отличается другими колесными дисками также видоизмененным передним и задним бампером немножко другой светотехникой также здесь зеленоватый оттенок на остеклении и присутствуют небольшие занавески на задней части на предыдущем автомобиле этих элементов не было и также немножко отличается дизайн декоративных значков на задней стойке здесь они крупнее антенка тоже на крыше и на переднем правом крыле и вместо номеров у этого варианта таблички с надписью 90 лет гону следующий зил 41052 это опять же бронированная версия модели 41047 очень красивая и на мой взгляд это самый симпатичный зил на данной платформе естественно машина тоже в черном цвете другое оформление передней части колесные диски по дизайну похожи как у предыдущего варианта точно такое же рабочее место водителя точно такой же задний отсек тут уже по-другому сделаны занавески они полностью закрыты и отличается задняя светотехника и у этого автомобиля добавили антенны на задние крылья очень красивые стеклоочистители из фототравления еще раз повторюсь эти модели очень хорошо окрашены и собраны и на моих образцах практически не встречается пятнышек клея и различных дефектов и тоже на фарах установлены микроскопические стеклоочистители и еще одна версия зил 41047 это машина сопровождение скорпион корпус похож на предыдущий лимузин только добавили подножки поручни люк в крыше светосигнальные маячки и у автомобиля уже нету заднего дивана а установлено специальное кресло и также на переднем бампере добавили синие маячки тоже довольно необычный автомобиль и посмотрел сейчас в продаже эти машины продают за очень большие деньги и такой зил скорпион в россии я видел за 20 тысяч рублей конечно за эти деньги подобную модель покупать не каждый отважится и в свою коллекцию модель я покупал дешевле правда тоже пришлось за нее переплатить когда эти автомобили были в новинку особо не придавал им значения тем более были и журнальные аналоги также старые модели тагат тантал а потом решил собрать серию советских лимузинов тем более помимо дипа вряд ли кто когда-нибудь выпустит подобные автомобили и даже если кто-то их сделает цена я думаю будет совершенно другой и покажу вам два последних лимузина которые не пошли в серийное производство это модель zil 4102 первая машина в черном цвете и у дипа было три таких автомобиля два черных у них отличалась облицовка радиатора и один автомобиль в бежевом цвете и в моей коллекции только две модели и третью возможно я когда-то приобрету и у этого автомобиля прозрачный подиум он не вписывается в серию гон но все же это сорок первое семейство и к сожалению у этого автомобиля отслоилось остекление и не знаю как эту недоработку исправить чтобы не повредить лакокрасочное покрытие тоже довольно симпатичный автомобиль но конечно у этой машины совершенно другой дизайн и по размеру она значительно меньше чем стандартный советский лимузин и в завершение давайте покажу вам бежевый автомобиль тоже довольно симпатичный и по большому счету у машин отличается только оформление передней части и из настоящих автомобилей до наших дней дожил только бежевый вариант а черную машину к сожалению распилили и где-то красуется только передняя часть жаль что такие машины не сохраняют все же это частичка истории и хотелось бы лицезреть эти автомобили вживую вот такая небольшая коллекция отечественных правительственных лимузинов которую я хотел вам продемонстрировать в рамках сегодняшнего видеоролика пишите ваш комментарий какой автомобиль по дизайну вам понравился больше всего хотите ли вы обзоры на другие советские лимузины от deepmodels которые я не продемонстрировал в этом видеоролике не забывайте вступать в мои группы вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик если вы не сделали этого раньше чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео и можете заглянуть на мой второй канал там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на те модели которые я не показываю на этом канале а на сегодня это все до новых встреч пока удачи 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 Продолжение следует...